Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вот и настало время итогового выпуска информационной программы «Еселях парад». С вами Богдан Петров, сурдопереводчик Нагима Асаутова. И главные темы. Увековечить память земляка. Тимирязевскому району присвоят имя Сабита Муканова. Безнал в деле. Платежные карты и покупки в интернете прочно вошли в жизнь североказахстанцев. Между нами говоря. Телеграм-канал против бытового насилия запустили полицейские. Начнем с главного. Президент Касымжом Артокаев принял Акима города Алматы. Бахаджан Сагентаев доложил главе государства о ходе подготовки ко второй волне пандемии. Президент поручил уделить особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, не забывая о социальной сфере. Также сегодня в аккорде президент принял посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. На встрече был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества между двумя странами. Также было отмечено укрепление сотрудничества по реализации новых проектов в рамках международных организаций. Сегодня же опубликовано постановление главы государства о создании нового агентства. Агентство по стратегическому планированию и реформам с передачей ему функции и полномочий Министерства национальной экономики в сферах стратегического планирования и государственной статистической деятельности с наделением его функциями и полномочиями. Также новое ведомство должно составить план реформ и ее реализации, рекординировать работу государственных органов и квази-государственного сектора в этом направлении. Работа по оценке эффективности госаппарата также является задачей нового агентства. Президент дал поручение правительству по реализации данного постановления. Новое ведомство будет подчиняться непосредственно главе государства. Разработан проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента. Сегодня он был презентован на заседании правительства. Проект, основанный на семи основных принципах нового экономического курса, состоит из десяти направлений. В соответствии с общенациональным проектом будет создана новая модель госуправления. А достижение экономического роста будет осуществляться через адаптацию к новым условиям. Особое внимание уделят повышению конкурентоспособности, обрабатывающей промышленности, развитию агропромышленного комплекса, поддержке малого и среднего бизнеса. Также такие важные сектора, как региональное развитие, образование, здравоохранение, цифровизация, будут развиваться по направлению, указанному в новом проекте. В Казахстане в случае второй волны коронавируса не возникнет дефицита защитных средств и лекарственных средств. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Аскар Мамин. Сейчас ведется работа по обеспечению доступности качественных медицинских услуг в сельской местности. В достаточном количестве приобретены необходимые приспособления и машины скорой помощи. Сейчас эпидемиологическая ситуация в мире вновь осложняется, поэтому некоторые ограничения и локдауны в выходные дни еще сохранятся, сказал Аскар Мамин. Сегодня депутаты мажориса парламента раскритиковали пробелы в системе дистанционного обучения учащихся. По словам депутатов, на цифровизацию сферы образования за последние 9 лет выделено 72 миллиарда тенге. Из них 30 миллиардов на систему электронного обучения Еленинг. Но результата нет. Семь онлайн-платформ, созданных совместно с несколькими министерствами, выявили неготовность к новому учебному году. Процесс обучения нередко прерывается, а от родителей поступает много жалоб. Увеличена нагрузка на учителей начальных классов, качество интернета неудовлетворительное. Депутаты говорят, что для устранения нестабильности в сфере образования необходимо перейти к традиционной системе обучения. Известные обстоятельства этого года вынудили перевести всю систему обучения на дистанционную форму. Представлялось, что эта модель будет временной. Однако вот уже пятый месяц и второй учебный год образование находится в оковах дистанционного формата. Перейдем к местным новостям. До конца 2020-го Тимирязевский район планируется переименовать и дать ему имя Сабита Муканова. В прошлом году такое предложение поступило в областную аномастическую комиссию. В целом за последние два года проведено 8 заседаний областной аномастической комиссии. Сменились наименования 4 сельских округов, 5 населенных пунктов и более 150 улиц. Кроме того, с прошлого года только в Козылжарском районе проведена работа по переименованию 120 улиц. Работа по присвоению Тимирязевскому району имени Сабита Муканова сейчас временно приостановлена. И связано это, по словам специалистов, с переносом переписи населения на 2021 год из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки. Данный вопрос рассматривался на областной аномастической комиссии и на республиканском уровне и получил положительное заключение. В настоящее время эта работа продолжается. Во всех сельских округах района проведены встречи с населением, на которых были заслушаны мнения и предложения жителей района. Теперь мы надеемся, что до конца года название Тимирязевского района будет изменено. Почти в 4,5 раза выросло количество безналичных транзакций за 7 месяцев этого года в нашем регионе. Североказахстанцы стали чаще оплачивать услуги онлайн, совершать покупки с использованием платежных карт. Однако на безналичном пути владельцев денежных средств могут поджидать и неприятности. В плюсах и минусах разбирался наш корреспондент. Сегодняшние реалии таковы, что получая зарплату, человек может потратить деньги, как говорится, даже не держа их в руках. И судя по всему, количество североказахстанцев, которые распробовали все прелести безналичного расчета, растет с каждым днем. Купить, продать или заплатить за коммуналку, пополнить баланс и многое другое сегодня можно не выходя из дома. За 7 месяцев жители региона совершили безналичные операции на 144 миллиардов тенге. На 1 августа текущего года среди населения области в обороте находятся более 780 тысяч карточек. Эти карточки находятся во владении 681 тысяч человек. Стоит отметить рост безналичных платежей по сравнению с прошлым годом. Количество безналичных платежей и объемы выросли на 4,3 раза, а также 4,6 раза. Увеличилось по сравнению с прошлым годом на полторы тысячи и количество посттерминалов. Если старшее поколение относится с опаской к различного рода денежным переводам и покупкам, предпочитая традиционную оплату деньгами лично, то более молодое охотно с помощью различных приложений пользуется этими услугами. В данный момент я использовала только что в супермаркете, в магазинах одежду покупать, и коммуналке платить, и мобильная связь, телефоны, единицы закинуть. Очень удобно. Безналичным расчетом мне удобно пользоваться. В основном оплачиваю в супермаркетах и в магазинах покупки вещи какие-то. Однако не стоит забывать, что существуют две стороны медали. На смену удобствам при безналичном расчете порой приходит мошенничество. Зафиксированы факты, когда злоумышленники звонят и представляются работниками службы безопасности банка. Требуя назвать коды банковских карт, аргументируя это тем, что со счетов владельцев пытаются снять деньги. А они, то есть мошенники, хотят помочь. На самом деле преступники посредством интернет-банкинга получают доступ к счету. На сегодня это одна из самых распространенных схем киберпреступности. Еще одна из излюбленных уловок мошенников – это требование предоплаты за несуществующие товары и услуги. Такие предложения можно встретить как на популярных сайтах объявлений, так и в социальных сетях. Полицейские предупреждают, чтобы не попасться в ловушку, следует тщательнее проверять данные и пересылать предоплату только после проверки сведений. К примеру, у продавца можно попросить видеообзор того или иного товара. Также ни в коем случае не следует отправлять фотографии своего удостоверения личности или банковских карт. Екатерина Белоусова, Юрий Скаков, Служба новостей. Продолжаем наш выпуск. На сегодняшний день в области проживают представители более ста национальностей. Межконфессиональные отношения, мир и согласие – это плод суверенной страны. 20 сентября 1998 года указом первого президента, лидера нации Нурсултана Назарбаева, 22 сентября было утверждено Днем языков народа Казахстана. В 2017 году эта дата была изменена на 5 сентября. Тему продолжит наш корреспондент. День рождения ученого, основавшего казахский алфавит Ахмеда Байтурсынова, вполне закономерные празднования Дня языков Республики Казахстан. Родной язык Шехнияр Аллахяровой – азербайджанский. В совершенстве владеет русским, изучает казахский, свободно владеет турецким и английским языками. Нужно развивать казахский язык, потому что мы живем в Казахстане. И я думаю, что каждый гражданин Казахстана должен знать казахский язык, говорить на нем. Это пригодится в будущем для каждого человека. В области функционирует Центр развития языков. Ежегодно государственные служащие проходят специальные курсы, изучают государственный и английский языки. В Центре проходят курсы по изучению казахского языка госслужащие, военнослужащие, работники гражданской сферы. Уровень владения языком гражданами Североказахстанской области является базовым. Жители города интересуются языком. Мы открываем и обучаем отдельные группы. В год посещают 10-12 человек. В целом по области в течение года прошли курсы по изучению казахского и английского языков более 2,5 тысяч жителей. Елена Горбаня, Манджул Нуртазин, Реймбек, Бегужаев, Служба новостей. В республике зарегистрировано 106 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 3 990 в Североказахстанской области. Выздоровели 99 893 человека, 3 915 в нашем регионе. В стране зафиксировано 1588 случаев смерти, в их числе 20 наших земляков. Также с 17 июля в регионе действуют медицинские бригады. За время карантина ими было совершено более 5000 выездов. В летний период коечный фонд был увеличен до 2415 единиц, в том числе в инфекционных и провизорных стационарах. Стоит отметить, что основной пик заболеваемости в нашей области пришелся на июнь-июль месяцы. В настоящее время количество заражений идет на спад. Продолжаем. Сразу в нескольких преступлениях подозревается мужчина, которого задержали петропавловские полицейские, что грозит подозреваемому за многократное хищение в материале Департамента полиции. 7 сентября в полицию обратилась горожанка. Из подъезда ее дома по улице Ауэзова украден велосипед Стернвега стоимостью 45 тысяч тенге. Сотрудники 2-го отдела полиции города Петропавловска установили подозреваемого. 31-летний житель областного центра ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Также выяснена его причастность к квартирной краже, совершенной двумя днями ранее. Тогда из прихожей квартиры в микрорайоне Береке в дневное время украден сотовый телефон. Дверь оказалась не заперта. Хозяева были дома, но не услышали, как преступник проник в прихожую, взял в стумбочке приглянувшуюся вещь и скрылся. К счастью, подъезд оборудован в видеонаблюдении. 8 сентября подозреваемого задержали. Данные факты внесены в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к розыску похищенного имущества. Все материалы сотрудники 2-го отдела передадут в линейный отдел полиции на станции Петропавловска. Подозреваемого разыскивали за кражу медного кабеля с территории вокзала. Стражи правопорядка отмечают, что совершению краж помогла доступность чужого имущества. Велосипед хранился в подъезде, который не был защищен замком и домофоном. Подъезд домофона оснащен, но преступники зачастую обходят их, пользуясь невнимательностью людей. Проходят, когда когда-нибудь открывают дверь, звонят из случайно выбранную квартиру и говорят, что пришли к одному из жильцов. Встречаются случаи, когда жильцы сами отключают домофоны для удобства. Полицейские подчеркивают, один из лучших методов профилактики краж – это исключение условий для их совершения. Всего с начала года в Петропавловске зарегистрировано 249 квартирных краж. Из них окончено производством 233. Богдан Петров при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Еще немного полицейской хроники. С начала года в областном центре в отношении женщин совершено 19 преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Для того, чтобы помочь представительницам слабого пола в борьбе с домашними тиранами, отделом местной полицейской службы создан телеграм-канал «Между нами говоря». В нем размещается информация для женщин, подвергнутых бытовому насилию и североказахстанцев, ставших свидетелями данных правонарушений. Написать и позвонить сюда может каждый, кто оказался в подобной ситуации. Преступления в сфере бытовых отношений носят скрытый характер, говорят инспекторы группы по защите женщин от насилия. Представительницы слабого пола чаще всего боятся выносить ссор из избы или же чувствуют себя виноватыми перед супругом или сожителем. А это существенно усложняет профилактическую работу. Основным плюсом телеграм-канала является анонимность. Ежедневно обращаются около 20 женщин для принятия мер к своему сожителю или супругу. Однако в основном женщины после звонка на 102 по приезду полиции отказываются от своего заявления. И мы ничего не можем сделать, потому что данные правонарушения берутся в оборот только по заявлению. Событие, взволновавшее жителей города. В дачном обществе «Веснянка» неизвестные произвели порубку деревьев. Представители отдела жилищно-коммунального хозяйства обратились в полицию с просьбой остановить незаконные действия. По данному делу начата проверка. Был установлено, что спил деревьев осуществлен на территории дачного участка, принадлежащего жителю города Петропавловска на 1961 года рождения, нанятыми работниками без оформления соответствующих разрешительных документов. За данное правонарушение в отношении владельца дачного участка собран материал по статье 381, прим. 1, часть 1, кодоса Республики Казахстан об административных правонарушениях и направлен в суд города Петропавловск для принятия решения. В североказахстанской области на объездной трассе сгорел автомобиль. Вчера около 21 часа вечера вблизи поворота на село Шаховское столкнулись Honda Accord и Volkswagen Jetta. В результате дорожно-транспортного происшествия из-за замыкания электрооборудования произошло сильное возгорание Volkswagen Jetta, в результате чего легковушка сгорела. Двух пассажирок из обеих машин после оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях города отправили домой. Как показало заключение о медицинском освидетельствовании, на момент совершения ДТП оба водителя были трезвы. Материалы об административном правонарушении передали в отдел административной полиции Петропавловском для принятия процессуального решения. Переходим к другим темам. Хендмейд сегодня не просто занятие для души или отдых от домашних дел. Пожалуй, именно сейчас, как никогда, хендмейд ближе всего к тому, чтобы называться бизнесом. Следующий сюжет о молодой талантливой рукодельнице, которая свое хобби – вышивание в национальном стиле смогла превратить в хороший источник дохода. Вышивка бисером – этот вид искусства присущ в основном прекрасной половине человечества. Гузаль Мухамеджановой всего 16, а она уже умеет шить на профессиональном уровне. В свободное от учебы время девушка изготавливает женские сумочки и украшения. Вообще, этим я занимаюсь с детства. Я также плела всякие бисер, из бисера, цепочки, браслеты. Осознанно уже начала год назад. И целый год я занимаюсь этим профессионально, можно сказать. Своё хобби Гузаль не так давно превратила в бизнес. Фотографии изделий «Хендмейд» рукодельница выкладывает на своей странице в Инстаграм. Среди её подписчиков большим спросом пользуются женские сумочки. Я всегда использую в тканях только натуральные ткани, а это хлопок, потому что я забочусь о экологии. И эти сумки созданы, чтобы заменять обычные пластиковые пакеты. Гузаль мечтает стать известным дизайнером и продавать свои изделия не только на родине, а ещё и за рубежом. Кирилл Потёмкин, Дана Калиева, Райнбек Бегужаев, Служба новостей. С 31 августа разрешена деятельность объектам культуры, среди которых областной театр «Кукол». Вечерние сказки, анимация и мультипликации. В условиях карантина коллектив театра продолжал свою деятельность в режиме онлайн. Теперь же объект культуры открыт для новых встреч со зрителями. К слову, областной театр «Кукол» открывает свой 31 сезон. Подробнее расскажет Наталья Аитова. Андрей Зайцев в областном театре «Кукол» уже 25 лет. За четверть века актёрской деятельности 2020 год выдался особенным. Почти пять месяцев ограничительных мер позволили раскрыть таланты с новой стороны. Сотрудники театра активно работали и радовали зрителей в режиме онлайн. Новый сезон. У нас была договорённость с режиссёром из Челябинска, с Ходоревым Борисом Петровичем Дюймовочком. Но из-за пандемии немножко пришлось отложить. Сейчас мы занимаемся восстановлением старых спектаклей. У нас много новых актёров. Мы их вводим в роли, обучаем их, показываем. В общем, идёт репетиционный процесс. В этом году областной театр «Кукол» отмечает своё 30-летие. На протяжении всего этого времени театр отражает всё, что происходит в мире, помогая юным зрителям формировать свои взгляды. Он и мудрый товарищ, который раскрывает перед ребёнком безнузнаний, и друг, который дарит радость и веселье. В театре «Кукол», как ни в одном другом, очень важно быть профессиональным актёром. Нужно уметь оживлять куклу и вовремя отстраняться от неё. Играть так, чтобы на переднем плане была кукла, которую ты введёшь, а не сам актёр. Что касается работы театра со зрителем, заполняемость зала только на 50%. Вход как в помещение, так и на посадочные места только в масках. Пригласили зрителя на детские спектакли. Надо сказать, что ребят встречали не только ростовые куклы, но и все санитарные нормы. Так скажем, это тепловизоры, масочный режим, санитайзеры. Конечно же, хорошее настроение. И самое главное, наше обновлённое фойе после ремонта. В этом сезоне любители волшебного царства кукол ждут спектакли «Три поросёнка», песню «Пой моя дамбра», «Волшебные человечки» и другие. И каждый, кто любит мир сказок и верит в доброту, спешит к ним навстречу. Наталья Идова, Анатолий Белонок, Служба новостей. Теперь новости спорта. Сборная Казахстана по греко-римской борьбе отправилась на первые после ослабления ограничительных мер тренировочные сборы. В состав национальной команды вошли сразу два североказахстанца – Амангали Бигбулатов и Даньяр Каленов. Лучшие палуаны 30 дней будут готовиться к предстоящему чемпионату мира. Подробности в следующем материале. Первые тренировочные сборы в этом году лучшие борцы Казахстана проведут в городе Щучинск. 25 палуанов уже завтра начнут готовиться к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Сербии. Наш земляк Амангали Бигбулата в 2018 году стал бронзовым призером соревнований. Чтобы попасть на международный турнир, нашему земляку предстоит сначала пройти отбор внутри национальной сборной. Защищать честь страны от Казахстана отправятся 10 спортсменов, которые покажут лучшие результаты во время тренировок. Я был в младших юношах, по молодежи был в сборной Казахстана также. И как бы я сейчас перешел во взрослую борьбу. Это как уже три года я перешел во взрослую борьбу. И я сразу же вошел в сборную Казахстана. Сказали, что на следующий год будет. И решили, что хоть и будет пандемия, хоть и не будет, но на следующий год Олимпиада в Токио 2020 состоится. И в этом году будет чемпионат мира. То, что отменили Олимпиаду, нам же спортсменам надо где-то себя показать. Будет в Сербии чемпионат мира в декабре месяце. И в данный момент мы едем в Чучинск, чтобы набрать хорошую форму. Во время ограничительных мер, чтобы не потерять форму, Аманголит тренировался дома и на свежем воздухе. Его тренер Сергей Импольский считает, что борцу в этом году под силу отобраться на чемпионат мира, а там снова стать призером состязаний. Парень умеет тренироваться, хочет тренироваться, есть мозги. И все, поэтому работать, я как-то с тупыми, у меня работать тяжело не получается. Надо диалог. Уже в этом возрасте я уже никак это сказал делать, а мы уже ищем что-то общее. И приходим к среднему знаменателю. Вот техника такая, такая техника как. Можно сказать, он больше сам себя тренирует. Я чисто как старший товарищ, как рядом все время нюанс, со стороны виднее, как говорится. А так, с ним проблем нет. По тренировке проблем нет. Тренировочные сборы в городе Чучинск продлятся 30 дней. После него спортсмены разъедутся по своим городам, где будут ждать приглашения на предстоящий чемпионат мира. Кирилл Потемкин, Раинбек Бегужаев, Служба новостей. Таким увидели день мои коллеги. И я Богдан Петров. Далее погода. Увидимся завтра.